Добрый день, на связи Визионер с очередной подборкой новостей из мира науки и высоких технологий. В этом выпуске Neuralink Илона Маска вживила чип в мозг человека. Вертолет Ingenity больше не сможет лететь над Марсом. Портал Госуслуги получит свой ИИ. Не переключайтесь. Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил о плане по модернизации портала Госуслуги. Так граждане получат доступ к чат-боту. По задумке ИИ Макс 2.0 существенно облегчит муторный процесс заполнения документов. Согласно предварительным данным, основой станет нейросеть GigaChat от Сбера. В сети опубликованы первые обзоры гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Все опасения подтвердились. Продукт оказался крайне перспективным, но слишком сырым. Обзорщики обратили внимание на большой вес устройства и не самый удобный ремешок. Усугубляет положение внешний аккумулятор, который подсоединен к гарнитуре несъемным кабелем. Многих разочаровал и внешний экран, на который выводится изображение глаз пользователей. Дело в том, что качество дисплея оказалось далеко от идеала. Подкачала и система создания цифрового аватара для общения по видеосвязи. В сети уже сравнивают 3D модели с персонажами из старых видеоигр. Есть и более бытовые нюансы. Посторонний человек может влезть в рабочее пространство своими руками, а система никак это не игнорирует. Ключевая проблема осталась неизменной. Apple просит за ProVision 3,5 тысячи долларов. И желательно, чтобы пользователь имел и другие устройства компании, что также стоят денег. Илон Маск объявил о том, что сотрудники Neuralink вживили в мозг подопытного человека чип телепати, благодаря которому можно силой мысли управлять компьютером или смартфоном. Сейчас пациент находится в процессе восстановления после операции, а первые результаты оказались многообещающими. Имплант вживился в область мозга, которая отвечает за движение. Первыми пользователями должны стать пациенты, потерявшие возможность двигаться. Сотрудники MIT разработали новый метод скоростной 3D-печати металлом. Их принтер способен создавать конструкции из алюминия без необходимости выращивания опорных структур. Алюминий плавится в тигле, после чего поступает в головку с керамическим соплом. Последняя двигается в емкости, наполненная стеклянным порошком, что позволяет металлу сохранять форму в жирком состоянии. Компания SpaceX примет участие в выводе на орбиту Земли частной космической станции Starlab. Стоимость контракта не раскрывается, однако в конце текущего десятилетия сверхтяжелая ракета Starship доставит в космическое пространство основной модуль станции. Starlab разрабатывается компанией Starlab Space, которая возникла в рамках сотрудничества Voyager Space и Airbus. Если Россия собирается после отказа от устаревшей МКС построить свою новую орбитальную станцию, то NASA решила сделать выбор в пользу аренды нескольких частных проектов. Компания Wave Aerospace показала свой новый беспилотник Hunter S2. Мультироторный дрон использует реактивную турбину, что позволяет ему зависать в воздухе и использовать в качестве места для посадки любые поверхности. Согласно заявлению производителя, БПЛА может развивать максимальную скорость в 483 км в час. Аппарат весит около 50 кг, а максимальный вес вместе с грузом может составить 165 кг. Поставки дрона должны стартовать в 2024 году, но цена не раскрывается. Японские ученые использовали живую ткань в качестве привода для передвижения двуногого робота. Такие мышцы сокращались благодаря подаче тока через жидкую среду, в которую поместили конструкцию. Ткань была выращена искусственно. Концепт признали рабочим. В дальнейшем ученые намерены разработать систему подвода питания к ткани и подачи электрических импульсов. Это позволит конструкции работать в сухопутных условиях. Японское космическое агентство Джаха объявило, что ему удалось восстановить работоспособность космического модуля СЛИМ, совершившего неудачную посадку на Луну. Изначально аппарат перевернулся, что не давало должным образом наладить работу солнечных батарей. Однако изменение угла падения лучей Солнца привело к тому, что питание начало поступать. 28 января связь со СЛИМ была восстановлена. Европейское космическое агентство начало подготовку к реализации проекта по выводу на орбиту Земли детектора гравитационных волн. Система Лиза состоит из трех модулей, производство которых начнется приблизительно в 2025 году. В 2015 году американцы вывели на орбиту обсерватории Лиго, которая также улавливала гравитационные волны. Кроме того, она фиксирует сигналы от черных дыр. Лиза же сможет выполнять аналогичную работу, но в куда более широком диапазоне. Несмотря на то, что специалисты НАСА смогли восстановить связь с марсолетом Ingenity, миссия будет свернута. В рамках последнего полета, состоявшегося 18 января, аппарат получил серьезные повреждения, и вертолет весом около 2 кг не сможет летать над поверхностью Марса. При этом аппарат значительно превзошел заложенный в него ресурс, совершив более 70 полетов, позволив собрать ценные данные для последующих миссий. Спасибо за просмотр! Не забывайте ставить лайк, прожимать колокольчик и подписываться на канал, чтобы не пропустить свежие новости из мира высоких технологий.